Закладываем сад осенью, правила посадки плодовых деревьев и ягодных кустарников. Осенью традиционно большой выбор культур и сортов в садовых центрах, хочется накупить всего и посадить сразу же в свой сад. Но чтобы не наломать искупленных саженцев дров, в прямом и переносном смысле, нужно знать их биологические особенности и требования к условиям роста. Разберем, что, когда и как следует сажать. Что же высаживаем осенью? Осенью сажаем самые зимостойкие, приспособленные к нашим условиям культуры. В первую очередь это яблоня и груша, а также садовая рябина, боярышник, калина. Среди ягодных, однозначно смородина черная, красная, крыжовник, малина. Это исторически наши, местные породы, они прекрасно переносят осеннюю посадку, успевают укорениться до наступления холодов и хорошо зимуют. Отлично переносят осеннюю посадку арония, рябина, черноплодная, ирга канадская, голубика высокорослая и жимолость синяя, ведь они родом из Канады и Сибири, а там климат посуровее нашего. Главное условие для голубики и жимолости, для посадки осенью нужно брать растения с закрытой корневой системой, в горшках. С открытыми корнями эти растения сажаем только весной. Преимущество осенней посадки, конечно весна, хорошее время для посадок, морозов не предвидится, земля оттаяла, с каждым днем все теплее и теплее. Но весной у садовода и так полно хлопот, а для смородины, крыжовника и жимолости синей, которые начинают вегетацию одними из первых, можно просто не уложиться в оптимальные сроки, пока не набухли почки, как и для малины. Дело в том, что почки у них набухают быстро и очень легко обламываются во время посадки. А это плохо сказывается на состоянии растений. У малины также рано начинается отрастание новых побегов из почек на корневищах и обламываются они тоже очень легко. Как следствие, потеря будущего побега, ослабление саженца. Именно поэтому мы рекомендуем сажать смородину, крыжовник и малину осенью, спокойно уйдя на зимовку, они проснутся рано весной, как только оттает почва и без задержек приступят к росту на новом месте. Лучшее время для осенней посадки – конец сентября, октябрь. Да, можно сажать растения и в ноябре, и в декабре, пока почву не скуют морозы. Но лучше завершить посадку хотя бы за пару недель до сильных заморозков, чтобы растение адаптировалось и успело укорениться, ухватиться корнями за землю. Перед покупкой саженцев заранее определитесь с их количеством и местом, где они будут расти. Часто, поддавшись садовой лихорадки, мы скупаем все, до чего дотянулись руки и на сколько хватило денег. А потом понимаем, что сажать уже некуда. Посадочные места намечаем, соблюдая отступы от границ участка и рекомендуемые расстояния между конкретными деревьями и кустарниками. Для высокорослых деревьев, на сильнорослом подвое, расстояние до границ соседского участка должно быть не менее трех метров. Для плодовых деревьев на средней и слаборослом подвое – два метра, для ягодных и декоративных кустарников – один метр. Чтобы ваши деревья и кустарники хорошо росли и не болели, не сажайте яблоню на место старой яблони, грушу – после груши, а смородину – после смородины и так далее. Яблоню после груши или смородину после вишни – допустимо. И ни в коем случае не сажайте плодовые в низинах или понижениях рельефа, так называемых блюдцах. В них застаивается холодный воздух зимой, весной, талые воды, плюс близость грунтовых вод сокращает жизнь деревьям, приводит к подмерзанию и заболеваниям. Посадочная яма. После того, как определились с местом посадки и приобрели саженцы, готовим посадочные ямы. Размер ямы должен соответствовать размеру расправленной корневой системы саженца с запасом в 10 см по краям, ширина ладони. Глубина – в среднем 50-60 см, можно глубже, если корни очень большие. На дно ямы помещаем хороший питательный грунт, верхний плодородный слой почвы, компост, можно добавить некислый торф, перепревший навоз. Обязательно – суперфосфат. В нем содержится фосфор, который способствует образованию новых корней. В зависимости от размера и возраста растений понадобится от 100 до 300 грамм этого удобрения на посадочную яму. Также вносим калийное удобрение, это может быть древесная зола, 1 стакан или сульфат калия. Хлористый калий для большинства плодовых и ягодных нежелателен, так как хлор вызывает у них физиологическое расстройство. Суперфосфат изолу или сульфат калия перемешиваем с почвой как на дне ямы, так и с той, которой будем засыпать корни. Процесс посадки. Помещаем саженец в яму так, чтобы место прививки оказалось над уровнем почвы, в качестве уровня можно использовать уложенную поперек ямы палку или черенок граблей. Аккуратно засыпаем почвенной смесью, слегка потряхивая деревце, так земля будет просыпаться и равномерно распределяться между корнями. Время от времени притаптываем почву, стараясь не обломать корни. После посадки формируем небольшой бортик из земли по краям приствольного круга и поливаем два ведра на дерево. Сразу же после посадки подвязываем саженец к предварительно установленной в яме надежной опоре, например, деревянному колышку. Ставим его со стороны преобладающего ветра. Без подвязки ветер расшатывает деревцы, не дают ему укорениться. Обламываются молодые корешки, и оно очень плохо растет. Для подвязки лучше всего использовать шпагат из натуральных материалов, широкую тесьму, полоску ткани, кембрик. Но только не полипропиленовый синтетический шпагат. На холоде он становится очень твердым, и ветер, раскачивая деревцы, запросто прорезает им кору. Заключительный этап – обязательно красим ствол саженца садовой краской. Она не вредит деревцам, не мешает дышать коре, как боятся некоторые начинающие садоводы, зато отлично защищает нежную кору от солнечных ожогов, морозобоин, раковых болезней. Красим ствол на высоту будущего штамба, 60 см, или до основания первых скелетных веточек. И еще момент, чтобы ваши деревцы хорошо и активно росло, держите приствольный круг чистым первые 3-4 года. А вы когда обычно пополняете свой сад новыми растениями, осенью или весной? Поделитесь в комментариях. На сегодня это все. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь. Желаем вам прекрасного настроения и здоровья. Пока.